Пока экспедиционный корпус исследовал Флоренцию, совершенно неожиданным образом еще одна экспедиционная группа была в работе, но при этом они исследовали совершенно другую территорию, а именно Баварию и территорию Рейна. И во время Международного симпозиума здесь, в Палермо, собрались все экспедиционные группы воедино, и сейчас у нас есть возможность пообщаться с ветераном экспедиционного корпуса, внешним ассистентом Олега Викторовича Мальцева и директором-руководителем Академии отрасли профессиональных услуг Алисой Геннадьевной Новоселовой. Привет! Привет, Костя! Итак, около двух недель, если не ошибаюсь, вместе с Риммой Гехт вы исследовали, я так понимаю, некие непроторенные тропы Баварии Рейна. На самом деле, Костя, я тебя немножко поправлю, это была даже не экспедиция, это была тренировка экспедиционного корпуса в Мюнхене, и никакого вообще как такового плана изначально у нас не было по маршрутам. Это так были какие-то, мы уже приехали туда в Мюнхен и накидали уже какие-то, сделали наброски, и то, что нам приходило в голову, да, когда мы приходили там в тот же Нимфенбург, видели картины, карты тех же Виттельсбахов, да, это первая семья, которая начала основная править в Баварии. И уже от этого мы сходили, уже увидели много новых городов, которые им принадлежали, а это именно та семья, которая сделала неоценимый вклад в историю Баварии, то из-за чего, в общем-то, туристы и приезжают в Баварию. То, что их и привлекает, это то, что построила как раз-таки вся эта линия родовая Виттельсбахов. И вот задачи не было, но потом задача появилась, и, ну, по крайней мере, без задачи у нас не принято действовать, соответственно, какая-то задача была сформулирована. На самом деле, Костя, я тебя опять же поправлю, задача не стояла, мы находились полностью в вольном плавании от нашего уважаемого руководителя экспедиционного корпуса, никаких задач не поступало, он нас, так скажем, да, отпустил в вольное плавание, мы вообще полностью находились сами. Я уже просто сама, знаете, как вот действующий член экспедиционного корпуса, я уже просто не могу без этого жить. Вот, знаете, меня можно назвать таким вот фанатиком этого всего, мне не нужно ставить задач по этому поводу, я сама это буду всё делать, потому что для меня это всё просто безумно-безумно-безумно интересно во всём этом разбираться, видеть эти прикладные вещи, находить эти архетипы, прототипы. Вот мне само это интересно, откуда вообще всё это пошло, откуда пошла Рейнская традиция, потому что именно в Рейнской традиции находятся ответы на очень-очень-очень многие вопросы, в том числе и о Гитлере, в том числе о том, что делал он, причины, почему он это делал, они находятся именно там. Вот всех его вот этих вот поступков, они лежат именно там, вот эта философия, она там. И, безусловно, мне это крайне интересно, потому что это контрсистема, которую нужно строить, чтобы понимать, что будут использовать против тебя. Главное, чтобы слушатели не воспринимали буквально, то есть Алиса не собирается... Я прошу прощения, что... Алиса не собирается строить национал-социализм, она не собирается Зигхай орать в Палермо или в Мюнхене, тем более. Вот, то есть, по сути, чем занимается экспедиционный корпус? Исследование власти на Земле. Да, и реставрация этих технологий. Безусловно. И, соответственно, во время вот этого рейда, выхода, то есть можно подобрать корректное название вот этой двухнедельной деятельности экспедиционной, что изучали, что нашли, на что обратили внимание и о чем докладывали Олегу Викторовичу? Пожалуй, я начну с конца, когда мы приехали в последний город, в Регенсбург. Я очень хотела туда попасть, потому что экспедиционная группа там уже была. Это город незаконно рожденного сына Карла V. Очень интересный, совершенно новый. Вы знаете, кстати, что интересно, в Баварии все городки, они все уникальны. Вот эти маленькие деревушки, они все уникальны, они все разные, они все отличаются друг от друга, помнишь и кладезь, карьера, которую необходимо разрабатывать и исследовать. То есть мы исследовали ориентировочно 3-7% максимум за эти 5 лет из того, что есть на самом деле в Баварии. И, конечно, гвоздь в спину был вставлен в самом конце, когда я просто делала фотографии. Я снимала храм, я его отсняла, все не получилось, потому что, как обычно, все полузакрыто, везде решетки, и приходилось камеру просовывать и что-то доснимать. И сняла, уже выложила фотографии в группу для отчета Олега Викторовича, все это показать. И он обращает мое внимание на огромнейший триумф, который был сделан, на огромнейшее открытие, которое было сделано Олегом Викторовичем. Да, это рыцарский герб, на котором изображено транспортное летающее средство. Это так называемый транспортник, летающий аппарат. И почему я на него не обратила внимания, почему я не увидела этого летающего аппарата? То есть я изначально посмотрела и увидела там, извините, лопату. Но лопата достаточно странная, она без самой палки, на которую сама насадка эта вставляется, она без нее. И достаточно странная эта насадка, она не имеет вот этой переходника, через что как бы вставлять эту палку. То есть этой выемки ее просто нет, и куда вставлять эту палку, непонятно. И для меня вот первый раз, когда ты фотографируешь, ты просто фотографируешь, ну лопата, какая-то рыцарский герб, какой-то треугольник, какая-то лопата себе. А оказывается, мы просто, как пояснил Олег Викторович, смотрим не тем зрением. Мы привыкли к определенным фигурам, и мы не видим тех, которые мы не знаем. Мы на них не обращаем никакого внимания, и нам необходимо изменить свое зрение и иначе начать смотреть на все эти рыцарские гербы. Потому что, сами понимаете, ну как вот логически можно сопоставить рыцарский герб и лопату? Это совершенно несопоставимые вещи. То есть тот уровень задач, который стоял у рыцарей, он с лопатой никак не связан. Совершенно. Ну, ремесленники и рыцари, это разные сословия. Совершенно разные, да. Поэтому здесь ничего другого быть не может, кроме как летающие аппараты. Мы после уже подняли фотографии этих летающих современных самолетов, этих истребителей. И действительно геометрия один в один точно такая же. Я поясню для слушателей, ну, чтобы не было, знаете ли, как каких-то недоговорок или конспирологических теорий. Дело в том, что есть в рамках экспедиционного корпуса проект, называется «Четвертый уровень истории». Да. И в рамках четвертого уровня истории исследуются те феномены, на которые современная академическая наука не может дать ответов. Да. Существует масса версий, они появлялись и до экспедиционного корпуса многими учеными и современными, и прошедшего века. Так вот, один из феноменов, который практически никто не может объяснить, это некие горы, скалы, которые встречаются повсюду. Это не только Рейн, это и Испания, и Италия, причем и север, и юг Италии. Да, совершенно верно. Когда вы смотрите на гору и видите, словно, знаете ли, как торт, который надрезан идеальным скальпелем. Да. И вот, с одной стороны, это гора, а с другой стороны, вот, последствия применения, ну, некой технологии. Да. И, безусловно, там всевозможные географы и исследователи там... Изучают этот вопрос, но их на самом деле достаточно мало, кто вообще поднимает эту тему. То есть, почему-то академическая наука не очень хочет этим заниматься, этой информации очень мало. Но, если вы будете смотреть в интернете все эти вещи, да, это, знаете, что-то вот наподобие Мачу-Пикчу, когда есть город на вершине горы, да, и он построен непонятным, неизвестным всем способом. То есть, вот, технология, она приблизительно такая же. То есть, когда мы видим вот эти блоки камней, от 5 до 100 тонн один булыжник, и неизвестно, каким способом это все шлифовалось еще. То есть, какими пилами, каким лазерным оружием все это делалось, то есть, современными технологиями это сделать невозможно. И на самом деле, таких объектов, их намного больше, чем вам показывают по интернету, по телевизору, в передачах. То есть, вам показывают буквально 3% из того, что есть на самом деле. То есть, мы видим каждые вот 2-3 месяца постоянно в Австрию, вся Германия, вся Италия, Испания, полностью вся Европа, там, где есть Баварские Альпы и не только. Молниеносно везде видна вот эта непонятная технология, то есть, она намного обширнее, чем нам ее преподносят. То есть, технология обработки горной породы. Да. И почему обращаем на это внимание? Ну, потому что на эти вопросы нет ответов. Нет. И, безусловно, наука, она для того и существует, для того, чтобы искать ответы на вопросы, на которые никто не может ответить. Да. И поэтому лучше воспринимать этот разговор, знаете ли, как группа гипотез. И в рамках этих гипотез они же либо подтверждаются, либо не подтверждаются. Вот в данном случае мы имеем дело с неким первым документальным артефактом, который показывает некий объект, который несовместим, с одной стороны, с рыцарством. Да. Ну, по крайней мере, нигде не описано подобной геометрии. Вот. И действительно, вот та вот буквальная ассоциация в виде лопаты, безусловно, ей нечего делать на рыцарском гербе. Конечно. И поэтому в рамках института мы можем сделать ряд предположений, сравнить с предыдущими исследованиями. Эти исследования продолжаются, то есть это незавершённая работа. Вот. Но именно поэтому вот Алиса и пояснила суть этого доклада и почему на это обратила внимание. Да, безусловно, то есть это всё будет опубликовано, конечно. Но тогда, когда мы найдём тенденцию уже подобного рода геометрии, вы всё это увидите. То есть одну фотографию мы выкладывать не будем. То есть если выкладывать уже вам в сеть, то это уже 10 должно быть таких фотографий для того, чтобы это было неопровержимым фактом и доказательством. Безусловно. Плюс мы же с вами понимаем, что кроме неизвестной технологии обработки горной породы существует масса других вопросов с точки зрения создания объектов архитектурных, которые создавались якобы в 16, 15, 17 веке. А сегодня архитекторы разводят руками и говорят, что, к сожалению, мы повторить этого не можем. Да, совершенно. И вот эти вот замки, один из любимых, да, один из любимых замков Алисы, как правильно произносится? Ной Шванштайн. О, я-я-я. Вот. И вот этот замок, он, я так понимаю, находится на высоте там достаточно серьёзной. Очень высоком, причём самое интересное, мы там были, и это, кстати, опять же, построил семья Виттельсбахов, один из, это король баварский Людовик, Людовик II его построил. И самое интересное, что непонятно, как они его строили, дороги наверх раньше не было. Это современная дорога подъёма, то есть вы садитесь на карету, на повозку, и вас везут по единственной возможной дороге туда наверх, которой, извините, тогда в те времена не было. Хорошо, предположим, она была, но она вся в камнях была, то есть она неровная. То есть как вы на лошадях, на повозке туда заедете, когда она неровная, а если бавария, это снег, зимой, извините, минус 15, там очень холодно, всё во льдах, вы никак туда не подниметесь. И очень много таких вопросов возникает, ответов на которых нет. Ну, даже здесь вопрос не только в том, что подниметесь, вам же как-то нужно весь этот стройматериал поднять. Да, там булыжники, ого. А он весит очень-очень много, и нужно обработать саму скалу для того, чтобы каким-то образом начинать строительство, как-то нужно создать фундамент, да, то есть, и вот как они это делали, на этот вопрос ответов нет. То есть есть легенды, как бы мифы? Нет, конечно же, они в своих книжках, гидах пишут, как бы вот, как это всё делалось, как бы зарисовывают рисунки, как бы они есть, вот, как бы подымали на паровой машине это всё дело. Но, вы знаете, я не видела демонстрации в современном мире этой паровой машины, чтобы она это подымала. То есть, понимаете, истина, она должна работать. То есть, если вам говорят какую-то вещь, да, какую-то гипотезу, то эта гипотеза должна быть проверяема, она должна работать сразу. То есть, она должна иметь демонстрацию. Я ни одной демонстрации с паровой машиной по подъему подобного рода булыжников не видела вообще никогда. Так мы и подобных сооружений и зданий в сегодняшнем мире, построенных с помощью сегодняшних технологий, не видим. То есть, допустим, они превзошли уже, тогда должно быть 100 таких замков. Да, а их нет. Но их нет. Нет, их нет. Что кроме вот этого герба? На что еще обратил внимание, Олег Викторович, и что вы еще посетили, что произвело впечатление? Потому что ты видела многое. Больше всего буду с конца в начало двигаться, двигаться дальше. Что удивило лично меня? Мы были в музее при еврейской синагоге центральной Мюнхена. Она выглядит в виде куба. Кстати, очень интересно, почему она именно в виде куба выглядит. Кстати, 2016 года она современная. Ее построили на месте старой синагоги. И мы были в музее, и в нем установлена история в виде табличек синагог Мюнхена. И что меня больше всего удивило, что некий курфюрст в 15 веке, это король Баварии, возненавидел евреев, решил их всех изгнать из Мюнхена, из Баварии. И стал, там прям так и написано на английском и на немецком, дословно, просто переименовывать синагоги в другие названия. И вот, как один из примеров, там написано, что синагога еврейская была просто переименована в капеллу Святой Марией. И это, дамы и господа, очень, знаете ли, вот нехороший вот такой звоночек, потому что неизвестно, сколько еще таких было синагог, которые были просто переименованы. То есть их даже не перестраивали, их просто переименовали. Чтобы все понимали значение вот этого наблюдения, если вы возьмете две книги, название этих книг есть у Лисы Новоселовой, можете написать в личку, и она даже, может быть, вам подарит ПДФ этих книг. Одна книга американская, другая российская, если не ошибаюсь. И эти книги – это энциклопедия мировая синагога. И вы посмотрите на синагоги в разных точках мира, то вы для себя сделаете одно очень интересное открытие. Во-первых, ожидается, наверное, что геометрические формы синагог будут идентичны. Но это не так. Более того, вы увидите там и форму, которую мы бы сегодня воспринимали как форму мечети, форму православного храма. Форму костёла католического. И возникает очень нехорошая тенденция. Не может ли быть так, что все те объекты, которые мы видим и называем сегодня именами католическими, мусульманскими и так далее, что это когда-то были синагоги, которые были просто переназваны. Потому что эта гипотеза, эта гипотеза, не более того пока что, она подталкивает к следующей нехорошей гипотезе. А тогда что же было, кроме еврейской веры? То есть когда возникла тогда католическая, когда возникла православная мусульмания? На самом деле достаточно такая, я бы сказала, тема, которая вызывает истерику у многих людей определенного рода концессий. Поэтому я не люблю разговаривать на эти темы. Но раз уж ты меня спросил за то, что там было сделано, самое яркое, я с вами поделилась. И прошу, пожалуйста, не устраивать каких-либо истерик. Еще раз повторимся, что это всего лишь гипотеза. Гипотеза, да, поэтому представителям религиозных конфессий, религиозным фанатикам, раввинам, муфтиям и так далее, не стоит кого-то переживать. То есть никто не покушается на вашу веру, речь идет о научных исследованиях, которые происходят. Да, да. И пока вот такой вот факт был задокументирован. То есть это что касаемо еврейского вот этого музея истории Мюнхена. Дальше мы были в Нимфенбурге. Мы видели, кстати, тоже очень интересный момент, очень интересное наблюдение, открытие. Да, это в Нимфенбурге мы полностью его обошли и зашли в музей карет, причем карет оригиналов. Это оригинальные кареты баварских королей, курфюрстов. И самые интересные кареты принадлежат, безусловно, опять же, сказочному королю, королю Людовику II Баварскому, тот, который построил Нойш Вайнштайн и остальные величайшие объекты, за которыми туристы и едут в Баварию посмотреть. Его кареты очень интересные, на это никто никогда не обращает внимания. Понятное дело, они сказочные, они безумно красивые, они сверху покрыты просто золотом. Они с электрическими лампами, они с подсветкой. Это то, чего нет, то есть даже сани, на которых он ездил зимой, они с электрическими лампами. И самое интересное, нам включили этот свет в карете, и загорелось несколько ламп, и после подошел этот не гид, это вот просто человек, как охранник, который стоит на входе в этот музей и принимает от вас билеты, и он к нам подошел и включил вот эти лампы, и говорит, мы спрашиваем, а что вот здесь вот в этих вот лампах раньше было, вот в этих стеклянных, что ж, как она горела? А он нам говорит, а там раньше свечи были. Я говорю, да нет, я читала книжку про Нойш Вайнштайн, там написано, это были электрические лампы в те времена, это конец XVIII века. Как раз параллельно, когда как бы вот Александр Белл на другом континенте открыл... А, не телефон, это телефон, да, Эдисон, да, открыл это электричество, да, и он говорит, что это были свечи. Я говорю, да нет, господин уважаемый, я читала книжку, и я знаю, что это там были электрические лампы, на что нам улыбнулись хитро и сказали, пойдем за мной, и я понял, что вы образованные люди, и пойдемте, отойдем в сторону и поговорим дальше на эту тему. То есть этот человек не стал с нами спорить, он не стал опровергать этого, и просто сказал нам, что вы очень образованные. И дальше, безусловно, у нас было еще продолжение беседы, которая сохранена только у нас, да, и, безусловно, я делиться с ней не буду. Ну, на то и экспедиционный корпус, чтобы были архивы, и большинство из них закрытые архивы. Да. То есть нет же задачи, знаете ли, разрушать чье-то мировоззрение, покушаться на ваши убеждения. Да, то есть, знаете, вот сам факт, на что необходимо обратить внимание, состоит в том, что в этих вот замках, и особенно вот у короля Баварского Людовика II, очень интересные технологии применены в самих замках. То есть в те времена, как выясняется, как, ну, говорит классическая наука, допотопных людей, у них уже в их замках была телефонная система. У них была телефонная система вызова своей прислуги. У них был смыв туалета, такой же, как у нас сами в 21 веке. У них была горячая вода в кране. Извините, на какой высоте находятся Нойшванштайны. Там была горячая вода, был смыв туалета, была трубопроводная система, которую по сей день не знают, как она была проложена, потому что, чтобы посмотреть, как она была проложена, необходимо этот замок разобрать на запчасти. И никто не знает, даже немцы со своими технологиями высочайшими, они не знают, как это было сделано. И поэтому, как это все делалось, вот, и непонятно. Это то, что больше всего интересует, особенно вот именно в этом короле Виттельсбахов. — Последний вопрос. Нашла ли ты сокровища? — Да, да, Костя, я их нашла. — Потому что Алиса — это известный соискатель, человек, который ищет сокровища, и вот, возможно, это три... — Костя, это компрометирующий вопрос. Ты хочешь, чтобы я тебе ответила? Я вам отвечу, да. Мне бы не хотелось, чтобы сейчас огромнейший поток туристов хлынул в мою любимую бабушку Баварию. Что я вам скажу? Знаете, за пять лет, да, изучение Баварии, мы объездили уже всю Европу, и я скажу, что в этот раз Бавария меня добила. Она добила, бабушка Бавария меня добила, именно добила, тем, что мы были еще в Национальном баварском музее. Это просто было что-то невероятное, конечно, та культура, те технологии, те знания, которыми они обладали, конечно же, никак не сравнимы с нашим 21 веком, и там это в музее очень хорошо видно, и то богатство, которое есть и было в Баварии, тоже очень хорошо видно. Знаете, вот при ряде Мюнхена вы сразу видите, где короли, где жили короли, где жили вот эти достойные люди, где они? И они как раз-таки именно в Мюнхене. Они именно в Баварии. Они именно там. И сокровища... Вот в этот раз я для себя поняла, где они лежат. Они и лежат в Баварии. Они и лежат именно в Мюнхене. И есть еще два города, в которых они лежат, но они не в Баварии. Но всего вот в Европе три таких города, в которых они лежат. Один из них Мюнхен. Ну, название двух вторых городов Алиса назовёт мне сразу же после этого подкаста. А вам спасибо за внимание. Ищите, добрящите. Спасибо. Чао, давай, пока. Продолжение следует...